Законопроект, ограничивающий проведение свадебных, семейных и юбилейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий, был предложен депутатам Улукбеком Урмоновым и вынесен на общественное обсуждение с 10 мая. Инициатор поясняет, что данный документ был разработан с целью искоренения среди граждан фактов чрезмерной расточительности, помпезности, а также поддержания народных инициатив, направленных на рациональное использование финансовых ресурсов. Основные требования законопроекта – приглашать на юбилеи и семейные торжества не более 100 человек, на свадьбы – до 200 человек. Государственная регистрация брака осуществляется не более чем на трех автомобилях. Количество участников похорон не ограничено, однако крупный рогатый скот и лошадей не забивают. На погребальный обряд приглашается не более 100 человек, забой животных запрещается. Прием гостей осуществляется только с семьей и родственниками. Категорически запрещено приглашать гостей и организовывать массовые мероприятия. Свадьбы, юбилеи, поминальные мероприятия должны проводиться исключительно в выходные дни. Но эксперты считают, что на законодательном уровне ограничить ТОИ практически невозможно, поэтому нужно искать другие механизмы. Законодательно ограничить ТОИ – это невозможно. Это наши традиции, конечно, но мы можем давать сигнал обществу, тоже министерство, например, министерство культуры, духовенство может дать сигнал обществу о том, что нельзя быть расточительными. Расточительство имеется в виду на ТОИ, потому что это расточительство не только для того, кто проводит ТОИ, это расточительство и для тех, кто приглашен на эти ТОИ. Но вокруг этой индустрии движется очень много различных бизнесов. Например, залы торжеств платят налоги государству, создают рабочие места, а также покупают товары на отечественном рынке. В действительности есть вторая сторона медали. Вот вокруг, скажем, индустрии ТОИ, можем показать, движется очень много различных бизнесов. И действительно это стимулирует развитие некоторых направлений. Например, занятость и так далее. Но я считаю, что было бы хорошо в этом плане еще говорить о том, что давайте использовать для ТОИ именно местные продукты, да, скажем, а не импортные. Согласно проекту, предлагается не только принять новый закон, но и внести поправки в Кодекс о нарушениях, согласно которым нарушение требований законодательства об ограничении торжеств влечет наложение штрафа в 17 500 сомов для физических лиц и 55 тысяч сомов для юридических. Некоторые деятели культуры считают, что такие ограничения вводить вовсе неправильно. Особенно, когда дело касается традиций и обрядов. Расточительство, оно идет, до сих пор идет. Но вот закон, который сейчас хотят принять наши депутаты, надо рассмотреть по новой. Потому что чересчур неправильная рамковая система получается. Людей загнали в рамки. Пришло вот столько-то человек, 200 человек, а больше не должно быть. Как это? У него, может быть, связи есть. Он действительно вклад к рыцкому народу какой-то след оставил. А так, чтобы рамку поставить, это неправильно. Кроме законодательного, есть и другие пути ограничения торжеств. Например, инициативный путь от общества. Четыре года назад Министерство культуры разработало специальную концепцию, согласно которой должна была вестись пропаганда проведения рациональных торжеств, а также изменение формата. Но министерство не успело внедрить данную концепцию. Вот эти денежные средства, которые мы даем организаторам торжества, они должны были изначально, в начале тоя должны были даваться, никаких там тостов, максимум 2-3 от самых близких людей. Все эти, все другие пожелания, они должны были быть на камеру, вне вот этих официальных приглашений на сцену. Потому что это все бьет на карманы. Затяжность тоя каждым часом стоит определенных денег. Поэтому хотелось бы, чтобы это все сокращалось в маленьком формате, с маленькими количествами, но более с такими полезными шагами проводить тоя. Подобные законодательные инициативы уже предлагались в республике в 2016 и в 2018 годах. Но нововведения так и не были приняты. Напомню, что в Таджикистане и Узбекистане подобные законы уже давно и успешно работают.